В Кыргызстане, в частности в Аше, стало популярно открывать вот такие спортивные клубы. Не все спортсмены становятся чемпионами и выступают на международных соревнованиях. Бывает, что некоторые ребята из спортивных клубов становятся опасным инструментом в руках политиков. Сегодня мы расскажем о некоторых спортсменах, именно которых фигурировали в преступлениях. Такое, творческие педагоги. Я не знаю, что кто-то не знает, что я знаю. Он был убит тремя выстрелами, один из которых был контрольным в голову. Кыргызстан как будто не проходил через сито 90-х годов. Если помните, в 90-е годы только при одном упоминании о ребятах Баямана или Респека люди входили в ступо. Работа, работа, работа! Председателя Государственной таможенной службы Раимбек Матраимов, заместителя министра внутренних дел Суин Мурзаков и Хурсан Асанов, а также бывший вице-премьер-министр Челпон Султан Бекова. Но это только предположение и ничем не подтвержденная информация. Я зашла, и они меня поставили вот сюда. Парень по имени Нур Султан. В руках у него был 20-сантиметровый черный нож. Он сказал, вы тут много не разговаривайте, закройте рот, а то я порежу вас. Уже третий год не работает магазин «Джайнагуль Турдуева». В нем уже все заросло паутиной. Продукты, которые там остались, давно пришли в негодность. В апреле 2016 года магазин грабили на глазах у женщин. Мы вместе с мужем торговали. Тогда зашли семеро парней и спросили. «Зарамов Сардар, это вы?» Муж ответил, что он не Сардар, а Садыр. Они сказали, пойдемте в областную прокуратуру. Вас вызывает Улук Омурзаков. «А почему это он зовет?» – скачила я. «Меня попросили не вмешиваться, а я им говорю. Почему это я не должна вмешиваться? Почему он позвал? Просто так, что ли?» Они ответили, что на моего мужа было заявление. «Если есть заявление, то мы пойдем. Если нас позвали, то мы закроем магазин. Давайте, выходите», – сказала я и попросила всех выйти. На улице были товары, а муж пошел завести машину. Когда мы занесли товары и собирались сесть в машину, они нас затолкали в черную машину и повезли. Ее супруга избивали в одном из зданий старого аэропорта. На центральной дороге парень по имени Ташкулов Нурсултан, спортсмен из клуба «Мухаммед Умар», приставил к моему горлу черный нож и сказал, что если я не принесу ему 25 тысяч сомов и не отдам автомашину «Форд», через три дня он отрежет мне оба уха. «Привезли и начали бить. В первый раз они ударили арматурой, которая была за гольфом, но я успел прикрыться рукой. Во второй раз арматурой попали по ребрам. Вот до сих пор их следы зажили криво. Тогда я упал. Они взяли ключи от магазина и уехали». Джейнагуль Турдуева вместе с супругом до сих пор спорят с правоохранителями. Прошло целых три года, но не все участники того разбойного нападения были задержаны. «Писали заявления, но никто не обращал на них внимания. Муж лежал в больнице, но никто из милиции не приходил и не расспрашивал его. Духу у них не хватило. Ни у кого. Все, оказывается, боятся. Не пришли. Наверное, боятся у Лука Умурзакова. «Я же требую законности. А они заставили написать на нас пять заявлений. То мы должны были деньги, то землю. Уголовные дела по этим заявлениям не возбуждали. Отказали. Но эти мелочи столько нервов отнимали. Говорят, Эджи, вы, оказывается, должны деньги. Приходите. Идешь, а они доказать не могут. Потом мы ругаемся, и дело закрывают. Так было пять отказных заявлений». Во время разговоров по этой ситуации фигурировало и имя сотрудника Казыята Оржской области Абдаджапар Джакупова. Он был знаком с сотрудником Оржской областной прокуратуры Улуком Умурзаковым и рассказал Умурзакову о слухах, что некий Садыр Зарамов якобы использует имя Умурзакова, чтобы запугивать людей. «По словам Перназара, он пользовался его именем. Пугал. Перназар утверждает, что он использовал его имя. Он не учился со мной в Медресе. Мы были просто знакомы. А что было дальше, я не знаю. Я познакомил Перназара с ним. Улук сказал, пиши заявление и обращайся. У меня нет никакого такого зятя». Но потом на улице Перназар мне сказал, что ему про него говорили совсем другое. Сказал, что он вроде нормально разговаривает с людьми и хороший человек. Перназар Махмудов, о котором ведет речь Абдиджапар Джакыпов, друг Садыра Зарамова. Через его супругу он знакомится с владельцем компании «Отор» Курсаном Сатабалдиевым. Компания занимается торговлей ГСМ. Курсант Сатабалдиев соглашается взять под реализацию ГСМ в крупном объеме. В качестве гарантии он оставляет себе документы на грузовую автомашину. После нескольких сделок Перназар Махмудов оказался должен Курсану Сатабалдиеву 200 тысяч сом. Когда пришло время платить деньги, Махмудов заявил, что долг ему отдаст Зарамов. А Зарамов сказал, что долг должен отдавать Махмудов, который и торговал топливом. Так они стали перекладывать друг на друга обязательства по выплате долга. В этот момент пошли разговоры о том, что Садыр Зарамов якобы использует имя Амурзаковых и запугивает им людей. О чем узнает сотрудник Оржской областной прокуратуры Улука Мурзаков. Улука Мурзаков родился в 1978 году в Каракульджинском районе Оржской области. Заочно учился и окончил юридический факультет Оржского государственного университета. Приходится младшим братом заместителю министра внутренних дел Кыргызстана Суину Умурзакову. С 2007 года он работает следователем отдела по надзору за законностью и борьбе с коррупцией в прокуратуре. Также он присматривает за спортивным клубом Мухаммед Умар, который основал вместе со своим братом Суином Умурзаковым. Себя он представляет тренером с 20-летним стажем. В качестве тренера он часто выезжает за границу. Вся суть вопроса в том, что Садыр Зарамов якобы использует имя Мурзакова и пугает людей. Но Зарамов утверждает, что помогает в небольшом магазине своей супруге и занимается строительством и отделкой домов. В других крупных делах он не замешан. Я познакомил их с курсантом. Да и сам я с ним познакомился в тот же день. Оказалось, что курсант является земляком моей жены. Когда он начал говорить про залог, он сказал, что в Бишкеке есть Джи БМВ и что он его заложит. Курсант сказал, хорошо, я передам ребятам, они его заберут. Но он отказался и заявил, что отдаст под залог свою машину гигант. Он пришел ко мне и сказал, что на 40 дней арендовал заправку в Кадамджайском районе. Тогда я не знал курсанта. Но в тот день познакомился и свел его. Они сами переговорили. Сами взяли в залог машину, сами отправили ребят. Гигант привезли, техпаспорт отдали. Сказали, на какой заправке ты работаешь, поставь туда. Ребята сами заберут. Давали долги разным людям в кредит. Курсант попросил захватить. Я между делом привозил. Деньги передавал им самим. Потом они сказали, что, мол, твой друг пропал. Мы с ним земляки. Начали узнавать о нем через меня. Я сказал, у вас на руках его техпаспорт. Сами с ним и переговорите. Они его не нашли. Искали даже в его доме. Улук Омрзаков, оказывается, руководит ребятами из клуба «Мухаммед Умар». Он говорит, что попросил его привезти, но не просил его бить. Но, наверное, он делал это и раньше. В словах «иди и привези» скрываются и другие смыслы. Поэтому его привозят и бьют. Улук Омрзаков сам отправил. Ребята говорят, что у него есть зять Аваз. Есть его объяснительная Перназара. Тоже еще писал. Еще один парень писал. Есть объяснительные этих трех парней. Соберитесь, съездите, привезите Садыра. Об этом сказал Улук Омрзаков. Так говорят они. Я собрала все объяснительные и прикрепила к делу. Есть диски с записями. Вот так. Во время следствия вначале такое было. Сам Улук Омрзаков в этом признается. Говорит, да, я отправлял ребят. Когда они его привезли, он был опухший. Но никто этому не дает оценку. Но потом следователи сделали его свидетелем. Дело расследовал Акыл Маматалиев. Нам позвонили из генеральной прокуратуры и сказали, что будет очная ставка. Приезжайте в МРУ. Мы поехали в МРУ. Нам сказали, что Омрзаков едет. Подождите. Мы сидели и ждали. Где-то через полчаса приехал Улук. Пришел, сел, расставил ноги и начал говорить. Ты кто такой, Садыр? Смотри на меня, чтобы я тебя разглядел, говорил он, напирая. Запел песню «Акгупелек». В этот момент я включила диктофон и вышла. После этого мы написали заявление в генеральную прокуратуру, что нас пригласили и мы пошли на очную ставку. Но это никого не волновало. Он даже себя не уважал. Сидел себе и пел песню. На основании этого заявления он получил строгий выговор. Следствие не может найти четырех ребят. Не знаю, чьи это ребята. Может, они их защищают. Но точно всех адвокатов нанял Улук Омрзаков. Чтобы выяснить ситуацию, мы отправились в Оршскую областную прокуратуру. Мы поинтересовались мнением руководства о профессиональных качествах Улука Омрзакова. Мы поинтересовались в Оршскую областную прокуратуру. Мы поинтересовались в Оршской областной прокуратуре. Учая. Учая. Мыürя, что-то много. Мы, на 2-3 мыслях. Сейчас мы с Киевами как улыкнышки от него. Мы не улыкны, но это не улыкны. Он не упал на высоту. Это какой-то опит. Он обращает филка. А, на ту же, что-то с прокуратурами прийти. Не успешно? Он в том, что мы не можем. Своё люди пришли на кухню. Зато сделать олук Омрзаков. Он очень важно. Выlaf, повезти из них. Не знаем, даже главный прокурор области не может повлиять на него или нет, но мы прождали целый день. В итоге выяснилось, что Мурзаков отказался дать нам комментарий. В материалах дела и вне эфира у Мурзаков нам признался, что отправлял за Садыром Зарамом своих ребят, но не имеет отношения к его избиению, вымогательству и ограблению. Три года назад в интервью Азатеку Улукбеку Мурзаков говорил, что не использует спортсменов в личных целях. Можно было бы об этом говорить, если я или мой брат лично дали бы поручения и отправили бы людей. У нас есть родители. Мы с братом работаем на государственной службе. Он в милиции, я в прокуратуре. Мы стараемся никогда не использовать ребят в качестве силы. За 10 лет мы их ни разу не использовали как силы. Владельцы фирмы «Отор», о которой мы говорили, отказались от комментариев. Пирназар Махмудов в настоящее время находится под стражей, поэтому получить его комментарий тоже не представилось возможным. Мы должны указать, что есть несколько обстоятельств, которые побудили Азатек осветить эту историю. Во-первых, дело, в котором указано имя сотрудника прокуратуры Улука Умурзакова, расследуют вот уже три года. Во-вторых, задержаны не все принимавшие участие в ограблении мужчин и спортсмены. Более того, даже не установлены их личности. В-третьих, это личные отношения между Улуком Умурзаковым и Нурсултаном Ташкуловым, который обвиняется в таких преступлениях, как похищение человека и разбой. В этот день ограбили семью, которая владеет небольшим кирпичным заводом. В тот день предприниматель Шазада Таджибаева раздала зарплату работникам завода, находящегося недалеко от Аша. К вечеру они с супругом поехали домой. Да, я думала, что это уже все. Не верила. Думала, что так и уйду. Это будет наш последний день. Думала только об этом. Сидела и молилась Богу. Господи, дай нам пожить и увидеть, как вырастут наши дети. Канал на окраине города и дорога с тех пор внушают Шазаде страх. Они ей напоминают о событиях двухлетней давности. Вот здесь нас высадили из машины. Под тулом пистолета вывели из автомашины, открыли багажник. Мужа били, пинали, посадили в багажник. Меня посадили на заднее сидение в салоне. Передо мной сел парень с пистолетом. За руль другой. Остальные три парня уселись в другую машину. Было поздно. Они били нас и сказали, чтобы мы молчали. Что мы должны молчать, или он выстрелит в нас здесь. В этот момент, ну вы знаете, мы и пикнуть не посмели. Я не знала, что делать. Я сидела там, куда мне указали. Муж просил, чтобы меня не трогали. Бейте меня, но ее не трогайте. Они на большой скорости поехали по этой дороге. Дальше выехали на большую трассу. По ее словам, в ограблении принимали участие пять человек. Они открыли двери автомашины, связали руки и ноги. Муж был в багажнике, мы устали связывать ноги и руки. Кричали и говорили, но где твоя почка? Давай-ка вдарю по почке. Если ты скажешь, или нас кто-нибудь начнет искать, то именно так мы вас уничтожим. Пытали нас здесь два-три часа. Били, пинали. Потом поехали и взяли в банки деньги. Даже не развязали нам руки и ноги. И уехали. Выбросили ключи. После того, как они уехали, мы с трудом развязали друг другу руки и ноги. Я кричала, чтобы он не выходил, потому что они нас могут убить. Вдруг они не все уехали. Как бы мы здесь не умерли, давай подождем до утра. Но потом мы вместе пошли к дороге. Подъехал портер. Мы пытались остановить любую машину. Молодой парень остановился. Мы ему рассказали, что нас ограбили. Попросили его отвезти нас в город, потому что и телефонов-то не было. Хорошо, он доставил нас до дома. По заявлению Джейнагуль Турдуевой, после разбора и избиения мужа, милиция сначала возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвинения были предъявлены только троим из шести мужчин, на которых указала заявительница. После неоднократных обращений дело было переквалифицировано по статьям «Разбой» и «Похищение человека». Четверо были задержаны, а личности троих напавших до сих пор не установлены. Причиненный магазину Турдуевой ущерб оценен в 79 тысяч сомок. Производители кирпичей понесли ущерб в 450 тысяч сомок. В настоящее время уголовные дела по двум объектам объединены в одно по статьям «Похищение человека», «Кража», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Разбой» Уголовного кодекса Кыргызской республики. Мы приняли участие в первом заседании Ожского областного суда по этому делу. Мы приняли участие в первом заседании Ожского областного суда по этому делу. Мы приняли участие в первом заседании Ожского областного суда по этому делу. Мы приняли участие в составу коллегии Ожского областного суда, потому что в этом составе, в котором состоят Абдулдаев, отпустил подозреваемых под домашний арест. Абдулдаев участвует и в этом деле. Он же рассматривал процесс, когда дело было отправлено на доследование, якобы из-за проведения неполного расследования. Все рассматривает один судья. В областном суде не осталось других судей. Поэтому мы не доверяем этому составу. Например, сейчас все адвокаты прибыли, пришли из телевидения, а они сбежали. Им лишь бы незаконно рассмотреть дело и растоптать права людей. Нас растаптывают. Прошло уже три года, нет никакой законности. Поэтому мы обращаемся к нашему президенту. Хотелось бы, чтобы донесли без искажений. Здесь похищают трех человек. Максимум дают восемь лет тюрьмы. Минимум три года. Их отпустили под домашний арест. Они даже в суд не пришли. Следы этого скандального дела привели нас в Бишкек. По подозрению в разбой на владельцев кирпичного завода вместе с Нурсултаном Ташкуловым были задержаны еще двое мужчин. Еще один, как сообщалось, был объявлен в розыск. Позже он был задержан в рамках дела об убийстве брата Аиды Соляна. Более чем за два месяца до убийства этот человек, как оказалось, совершил разбойное нападение в Аше. Я не знаю, спортсмены они или нет. Я не интересовалась этим делом. Но преступление было совершено 30 августа. Ограбили двух человек. Было задержано четверо подозреваемых, а пятого даже не искали. Как раз пятый оказался убийцей моего брата. Преступление в Аше было совершено 30 августа. В сентябре, октябре, ноябре поиски подозреваемого не проводились. Только в декабре следователь выносит постановление об объявлении в розыск. В протоколах говорится, что он рассказал, как за убийство ему обещали покровительство по делу в Аше. Так может быть, одной из главных причин того, что поиски не проводились, было именно это? Значит, ему уже помогали. Его не привлекали к ответственности за преступления в Аше. Оказывается, он находится в колонии-поселении по одному, совсем другому делу. Это человек, который отбывает срок. С одной стороны, он находится в колонии-поселении, с другой съездил в Ош, где совершил преступление. Что за бесстрашный человек, который пошел на третье преступление – убийство? О громких делах в Аше, особенно вокруг известного спортклуба «Мухаммед Умар» мы рассказали вкратце. Ранее в интернете было распространено видео драки в сауне, которое, как предполагается, принадлежит бывшему сотруднику Ошской городской прокуратуры Канджару Кадрали. На кадрах неизвестный избивает охранника сауны. Им оказался спортсмен Бекболот Абделдаулу, который выступает на соревнованиях от имени спортивного клуба «Рем», принадлежащего, по некоторым данным, бывшему зампредседателя таможенной службы Рейнбеку Матраиму. Вторым драчаном, как выяснилось, был Руслан, телохранитель лидера ОПГ Кадыра Досонова, известного по просьбищу «Дженго». Кстати, Бекболот Абделдаулу ранее выступал за клуб «Мухаммед Умар». Что касается Бекболота Абделдаулулу, выяснилась еще одна немаловажная деталь его биографии. Спортсмена, получившего популярность среди пользователей интернета, тренировал нынешний председатель Ошского городского спорткомитета Кылыч Саркабаев. «Кто вообще эти люди, которые открывают спортивные клубы? Патриоты Кыргызстана? Честным ли путем они нажили богатство? Это олигархи, которые разбогатели на воровстве. Они сотрудничают с криминальными кругами. Это все их спортклубы. Можете спросить любого человека, но спортклубы сегодня стали бандитскими. Это группы, которые защищают интересы определенных людей или групп во время различных политических событий. Они избивают, угрожают всем, кто не нравится». Сами представители спортклубов не устают повторять, что спорт и криминал не имеют ничего общего. Но выявляется все больше фактов, когда представители криминала совершают преступления вместе со спортсменами. «Кыргызстан превратился в мафиозную страну. Мы в целом бандитское государство. Об этом нужно открыто говорить. У нас два президента-беглеца, на них возбуждены крупные дела за госизмену. Три бывших премьер-министра под арестом. О чем это говорит? О том, что мы преступная бандитская страна. Все слова о демократии и толерантности не соответствуют действительности. Это все общие слова». Если ваши мышцы и силы стали инструментом политического влияния, то на Иссыкуле ОПГ по сей день для подростков остается примером для подражания. Поджог кафе «Осьминог» 7 января этого года за отказ бизнесмена платить дань бандитам, казалось бы, продемонстрировал, насколько остро стоит проблема криминала в стране. «Вначале они пришли ко мне и потребовали 500 долларов за крышевание. Я написал заявление, и их задержали с этими 500 долларов. Улики, вещественные доказательства – все было отправлено в суд. Но оказавшись в нынешнем положении, я думаю, может мне лучше надо было отдать эти 500 долларов». После обретения независимости политизированные спортклубы начали появляться как грибы после дождя. Но за последние 30 лет у Кыргызстана не было ни одной золотой медали на Олимпийских играх. В регионах даже нет более или менее приличного государственного спортклуба. «А только UFC собрало в себе вот эти все единоборства. Здесь я не сторонник, но сегодня это модно, сегодня это хорошо. Но мы-то за любителями спортсменами не можем за их здоровьем проследить. Нет у нас сегодня спортивной медицины. Так что ММА, UFC – это хорошее направление, но его надо держать под контролем». Громкие обещания о непримиримой борьбе с криминалом, которые звучат во время выборов, после них обычно быстро забываются. В обществе сложилось мнение, что криминал сращен с властью. Экс-президент Алмазбек Атамбаев не раз критиковал политизированность спорта, но реальной борьбы при его правлении не наблюдалось. Отношение к проблеме бывшего губернатора Оржской области и действующего президента Суромбая Джеймбекова пока неизвестно. Мы готовы предоставить микрофон всем сторонам, которые были затронуты в нашем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok